А мы находимся в очень яркой, такой хорошей, я бы даже сказала, позитивной локации. И именно за мебель, которую нам предоставили для этого, мы хотим сказать спасибо нашим партнерам, компании «Фавила». Но самое главное, как по мне, это то, что эта мебель идеально вписывается в наш зеленый интерьер. Кстати, знаешь, вот только что ко мне пришла гениальная мысль. Возможно, я, конечно, утрирую, потому что действительно, растительность здесь очень интересная. И вот мне интересно, есть ли здесь какие-то насекомые, потому что столько зелени, как же без них? Даже мне показалось, что вот кто-то там пробежал. Я думаю, если бы были насекомые, ты бы услышал это первое, потому что я их очень боюсь. И независимо от того, пауки, змеи, кто бы это ни был. Кстати, есть такая информация, что страх и спуг бодрит. А вот для того, чтобы твое утро было более бодрым, мы покажем следующий репортаж тебе и нашим зрителям. Репортаж о муравьиной ферме. Муравьиная колония в качестве домашнего любимца? Почему бы и нет? Не требовательны в содержании, не линяют, не портят мебель и не нуждаются в ежедневных прогулках. Содержать насекомых у себя дома совсем не сложно. Главное – поддерживать повышенную влажность и регулярно их кормить. Кстати, едят они злаковые, но их любимое лакомство – это вареный белок и желток. Влад обзавелся необычными питомцами месяц назад, а новоприобретений не сожалеет. Рассказывает, что наблюдать за ними – одно удовольствие. Обычной этой пробирки хватает на 7-10 дней. То есть уезжая, можете спокойно оставить своих питомцев одних. Главное – проверьте, что у них и на складе корма хватает. В муравейнике каждый выполняет свои обязанности. Бездельников здесь нет. Разведчики ищут новые источники пищи, солдаты защищают от врагов, рабочие особи организуют быт колонии, а матка отвечает за воспроизводство новых особей. Вообще, если поставить две колонии рядом, то между этими колониями будет война. У нас была такая ситуация, к нам на подоконник приходили другие муравьи с улицы. И как-то раз я одного из них поймал на бумажку, бросил к ним в ожидании того, что они могут быть как-нибудь подружцами или что-то вроде того. Но его разорвали на части. И после этого, не знаю, взаимосвязаны или нет, но муравьи на подоконник больше не приходят. Один из главных плюсов колонии – она не занимает много места. Формикарий, так называется аквариум для содержания муравьев, может разместиться даже в офисе на рабочем столе. Формикарий состоит из арены, там, где муравьи ходят, ищут зерна, пропитание свое и систему ходов, где они, собственно, живут. Поэтому просто заселяем муравьиную колонию формикарий, они там обустраиваются и все. Есть тут и пространство для творчества. Дмитрий разрабатывает декорации, в которых живут насекомые. Вот такие элементы рельефа он моделирует на 3D-принтере. Ферма для насекомых – это емкость, которая наполняется опилками, камнями или даже гипсом. Вот это, например, наполнено морскими камнями. А проявив фантазию, можно сделать декор своими руками. Свои формикарии заводчики часто сравнивают с космическими кораблями. В каждой такой станции развивается своя муравьиная цивилизация, наблюдая за которой можно почувствовать себя настоящим исследователем. Сабина Петренко, Максим Турчев. Утро нового дня.